Дорогие мои, вы знаете, чему я уже даже не поражаюсь? Чем красивее фотографии мои или видео с прекраснейшего курорта Майдзивского, тем больше злых и каких-то гадостных комментариев. Я эту чухню не читаю, но представители моей команды, они делают скрины и дают возможность хотя бы быть в курсе, что вообще творят люди. И когда я смотрю на эти скрины, я понимаю, что пишут эти гадости. Это или готы с нулями подписчиков и подписок, или это такие страшные, страшные, кошмарные бабы, завистливые, недолюбленные. Мне просто жаль становится этих людей. Причем, смотрите, идут-то уже далеко, выискивают каждую травинку, не убранную на пляже, мои золотые. Но это природа, вы поймите, я благодарна каждому человеку, кто на этом резорте и вообще везде помогает обеспечивать уют гостей. и вообще сделать нашу жизнь прекрасной. Я очень благодарна человеку. И когда там все-таки пишут эти слыдни, что это не вилла у меня, а называется, а бунгало, так послушайте, эти страшилы, прости, Господи, пишут из своих промерз, промозглых, этих страшных, холодных, красивых нор. И эти бабы, они не были ни в улгала, ни на виллах нигде. Мои золотые, для меня все роскошь. Поверьте, меня роскошь не удивит. Я была и на частных яхтах, и на самолетах полетала, и на лучших курортах, во сушах. Для меня все роскошь. Все. Я правда очень благодарный человек. Это замечательное место Ипуру, где я отдыхаю и просто безмерно счастлива отдыхаю, набираю сил. Отдыхаю так, как я хочу. И вообще я красивая живу, как я хочу. И набираю сил, понимая, что чесать языками, злыми и завистыми, гораздо легче, чем ногами. И я готовлюсь уже морально, по возвращению в Москву, буду готовиться к дню рождения 20 января у меня. И потом 28 января у меня шоу «Моё одержимость грандиозное», на которое я всех приглашаю. Она состоится в концертном зале «Мир». Пригласители все бесплатно распространяются. Это мой подарок вам от души. И приглашаю и этих кошелок, и этих злых и завистливых всех людей. Я приглашаю, но только вы свои вонючие рты заткнете, увидев масштаб моего шоу. Понимаете, количество людей на сцене, больше, чем артистов. Я хочу вас еще попросить об одном. Не то, что попросить, предложить. Золотые мои, если я вам не нравлюсь, и вы неровно дышите, и не можете пережить мой успех, мою красоту, мою форму, мой отдых, то вы отпишитесь просто от моей странички, дабы не ранить ваше сознание. Я просто, понимаете, моей красотой и радостью моей жизни. Понимаете, но вы не можете. Вы пасетесь, как стадо баранов на этой странице, потому что не можете пережить без меня ни дня. Вы слоты, я вам серьезно говорю. Вы поймите, что моя жизнь, конечно, ярче, чем жизнь многих людей. Но вам просто хочу сказать. Вот вы кто-то говорите, там роскошный отдых, нероскошный. Я боюсь вам даже сказать, чтобы вас не ранить, потому что сколько стоит один билет только на Мальдивы из России. Понимаете? Не говоря уж об отдыхе. Кто-то там пишет, еще мне там передали, что бартер у меня здесь. Не бартер. Мои золотые, успокойтесь, не бартер. Я захватила деньги за отдых, и могу себе это позволить. То, чего многие не могут. Но я должна сказать, что я настолько человек открытый, что если мне что-то нравится, то я спешу поделиться со своих страничек, и мне не жаль моей платформы, для того, чтобы людям рассказать, где хорошо. И ведь вы же все следите за мной. Вот эти вот кошелки, я сейчас к вам обращаюсь, потому что хорошие люди меня любят, и я с ними общаюсь на платформах моих страниц. Но я хочу сказать, что вы же потом все и следите, куда надо ехать. Только денег-то нет у вас на этом, понимаете? А я вас я бесплатно приглашаю на свои шоу, вот у тех, у кого нет, да и те, у кого есть. Приходите все. Я вас с радостью приму в концертном зале, буду для вас танцевать, радовать вас, и удивлять, опять же, масштабом того шоу, который мне видеоконтент создала компания Астролюмин, и это действительно серьезная мода. Поэтому, золотые мои, я занимаюсь творчеством, и просто советую вам всем быть добрее. Просто быть добрее и прощать друг другу. Успех, радость, любовь, красоту, доброту, правду. Просто прощать. Прощение – это очень важное качество. Если вам правда что-то вам не нравится, вперед! Ну, ведь поступки вы достаточно часто совершаете экстравагантные. Да, вы знаете, такие проступки, которых от меня не ждут. Да, это правда. Теперь уже ждут, потому что вы просто себя позиционировали как очень человек, артист, настроенный на то, чтобы эпатировать. Никто в ваших талантах не сомневается. Но все знают, что Волочкова, она вот, если вот она придет и скажет… Да, я эпатажный человек, да. …не будет незамечена. Так что здесь же должна быть у вас и готовность к любой реакции, потому что нам не дано предугадать, чем… Ну, конечно. Я просто знаю, что есть очень много людей, которые негативно ко мне относятся и настроены как-то в штыки. Но есть очень большое количество людей, которые меня очень любят. И, безусловно, в первую очередь это мои зрители. Это те, кто приходят на концерты, те, кого я могу пригласить. Это люди, которые знают меня из личного общения. И все говорят, да вы что в жизни, вы лучше, чем в телевизоре. Вы совсем не такая, как в СМИ, вы совсем другой человек. И мне кажется, что это лучше, потому что я хочу в жизни быть, а не казаться. Вот быть, а не слыть. И люди, которые узнают меня, и даже те, которые ранее были настроены, как это может быть негативно, они всегда меняют свое мнение. И мне это приятно, потому что человек познается только в личном общении, согласитесь. А с другой стороны, меня огорчительно за то, что те люди, которые меня не знают, но те, кто читают вот все эти ужасы и то, что пишут, иногда волосы становятся дыбом. И читают, не только они и картинки смотрят. И картинки смотрят, и гадости всякие читают, и комментарии такие нелицеприятные. Мне очень огорчительно за то, что не зная меня, люди уже складывают свое мнение, вот такое предвзятое. Но ничего, вы знаете, нельзя быть хорошим для всех. Мне очень важно мнение обо мне, моей дочери, моих близких, моих педагогов, мэтров, профессионалов, которыми я могу гордиться. То есть в среде вы ни с кем не испортили отношения ваши? Я среди балетных имею в виду. Нет, конечно. Я до сих пор поддерживаю отношения даже с девочками из кардебалета, с которыми мы делили одну гримерную комнату. Дорогие, вы знаете, особенно хочется обратиться, во-первых, к представителям средств массовой информации. Я на Мальдивах отдыхаю. Вы же звоните по какому-то совершенно нелепому поводу. Как у меня долги. В общем, хочется почему-то, чтобы я была в долгах, как жил, как бедная, несчастная. Нет, мои дорогие, не дожди. Я российский человек, я отдыхаю на дорогущем порте и в самом лучшем месте. У меня все заплачены и налоги, и долгов никаких нет. Все прекрасно. У меня есть адвокаты, юристы, и бухгалтера. Все есть добрый. Дайте отдохнуть спокойно за вас, погреться за вас на солнышке. Вот. Представителей СМИ приглашаю на действенное ворожение. Аккуратовывайтесь, пожалуйста, на ваш сайте. Ссылочку вам пришлю. Хотя на сайте там, как вам нужно, в общем, все очень поздно. Вот. Поэтому я смотрю. У меня все прекрасно. Порадуйтесь за меня, если можете, становитесь веселее силой, юристов. Порадоваться за человека, кто может позволить себе отдохнуть. И, конечно, приглашаю вас на мое шоу 28 января в концертный зал МИР. Буду счастлива для вас танцевать. Мое новое шоу «Одержимость». Крусейшее, совершенно. С лучшим видеоконтектом, который сделала компания «Астральд». Это фидирующая компания, новейшие технологии. Так что я буду рада вас с ним приносить. Вы знаете, в полочке мою можно обратиться. Или на нашу обучение. В общем, все, что у нас тут было классно, что у меня на пути станет сложно, как это все описать. И этот остров и хор – это просто фантастика, какая-то. Просто фантастика. И я счастлива быть здесь. Спасибо. Английский-то я знаю, что у вас безупречный. Что вы все переговоры ведете сами. Я веду сама, конечно. Почему, конечно? Ну а что разве это сегодня в наши дни редкость? По-разному бывает. Я жила в Лондоне полтора года. Но на самом деле мне в плане языка очень хорошую базу дала английская школа, в которой я училась, когда мне было 8 лет. Просто так получилось, что с 9 лет я училась уже в Вагановском училище в Санкт-Петербурге, в балетном. И там преподавали французский язык. Потому что все эти «гран-батман», «батман-те-дюрон-де-жампорт» – все это на французском. Ну а потом последние три курса почему-то решили директора школы, что надо вернуть английский. И мне очень помогла эта база. Ну и потом, конечно, гастроли, жизнь в Лондоне – это все. А дочь где учится? Она учится в гимназии «Надежда», которая находится на Аутуфимской шоссе. Как ей в гимназии, как вот, допустим, ее товарищи, подруги, соученики реагируют на всякие скандальные ситуации, в которые ее мама попадает без конца? Вы знаете, сейчас пока, слава богу, никак никто не реагирует. Меня очень любят ее одноклассники. У Ариши потрясающий класс. У них 6 мальчиков, вернее, 5 мальчиков, и она одна шестая – это девочка. Представляете, она окруженат. Неплохо она устроилась, да. У нее есть любимый мальчик, кстати, в этом классе, его зовут Сергей. Они дружат вместе все время, и тоже Сережа к нам приезжает в гости, Ариша к нему. Вообще очень хорошие ребята, и я дружу вообще со всеми школьниками, которые там… А с каким мальчиком вы дружите сейчас? Я сейчас… Да, ну, как… Если у дочери есть мальчик, то почему мама? Я вообще очень дружелюбный человек. Я могу сказать, что у меня действительно есть друзья… Вы знаете, за счет дружелюбности есть люди из шоу-бизнеса, которые не согласятся. Я думаю, что Валерия совсем пригодна, которых вы назвали политическими проститутками, вряд ли. Не, вы, слава богу, кстати, с ними выяснили момент. Я действительно тогда не разобралась и попросила прощения за то, что я так эмоционально отреагировала. А вы знаете, это еще хуже, потому что, ну, смотрите, ну, здесь вот, мне кажется, если уже как-то что-то вот произошло, совершилась какая-то, ну, ошибка, там, надо вот этой линии придерживаться. Вот вас бы кто-нибудь оскорбил бы, потом бы извинился бы, потом вот как бы вы бы реагировали? Вы отходчивый человек? Вы знаете, я вообще очень отходчивый человек, на самом деле я не держу обид в своем сердце, но, как вы говорите, надо всегда придерживаться линии. Не то, что линии, но мы же все люди, и мне кажется, каждому человеку свойственно ошибаться. Я человек, ну, во-первых, я женщина, да, я очень эмоциональное создание, правда. И очень иронимое с одной стороны, с другой эмоциональное, зачастую так чрезмерные эмоции свои выплескиваю. Но мне кажется, вы знаете, протянуть руку мира или сказать «извините» или сказать «прости» – это тоже своего рода сила. И я считаю, что если, например, понимаешь, что поступил не так, то лучше об этом сказать или признаться, чем таить обиды. Ведь зачастую мы обижаем тех людей, которые нам не сделали плохого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». А вы знаете, с другой стороны, я знаю, что крайне негативно не только в вашем цехе, но и в медийке, так скажем, если я говорю про свое окружение. Крайне негативно относится к Волочковой. Именно потому, что она сделала как раз упор именно на эту пиар-составляющую. С другой стороны, я, допустим, только от нее узнал всякие вот эти вещи про пуанты. Что только американцы делают какие-то пуанты с каким-то пластиком, на котором можно работать. А у нас все там кустарно. То есть это же вещь очень интересная людям, которые ничего не знают о вашем милете. Вот у вас есть оценка того, почему технологически мы, первая балетная страна, держава, не можем делать какие-то там правильные пуанты? Из-за чего это? Ну, на самом деле вопрос американских пуантов тоже достаточно спорный момент. Они, например, стучат. А это плохо? Это плохо, потому что балерина создание воздушное. Она должна не слышно взлететь и не слышно приземлиться. И не важно, делает она это сто раз по дыша или всего лишь один разок. Это должно быть так. Вот, поэтому это тоже вопрос, знаете, очень. Они долго держатся, это хороший вклад с экономической точки зрения для кордебалета. Наверное, тоже кордебалет, все 32 человека стучат как подорванные. Вы на чем работаете? Я работаю, предпочитаю работать в Санша, но гейнер тоже использую. А я, вот вы просто объясните. Да, вот, вот, вы не знаете, вам и не надо. И не надо. Такая мелочь вообще не стоит забивать голову. Вот, я работаю в Санша. Это китайское производство. Они вообще не слышны. И ничего, у них тоже есть определенные свои минусы. Но, знаете, как говорится, плохому танцору все начинает. Ну да. Вот, поэтому, конечно, а то, что касается нашей страны, мы вообще в этом смысле уникальная страна. Самая главная цена нашей страны – это люди. А вот всякие вот эти вот вопросы штучек там, ерунды всякой, это всегда второй план. По-моему, так всегда было. Не знаю. Мне кажется, это было так.